Уважаемые подписчики, у вас накопились вопросы и сегодня я отвечу на некоторые из них. Добрый день, меня зовут Наумов Никита Петрович, я являюсь доктором-урологом-андрологом. Я приветствую вас на канале Новая Медицина и это Медблог. В выпуске про эректильную дисфункцию было задано несколько вопросов, я на некоторые из них отвечу. Итак, первый вопрос у пациента, который принимал успокоительные препараты, корвалол, и у него возникли вопросы с эрекцией. После отменения этих препаратов эрекция не улучшилась. Его вопрос, что делать в тех условиях, когда нет доступа к медицинской помощи. Самое первое, не нужно волноваться, не нужно придумывать себе диагнозы, не нужно придумывать эффект действия лекарственных препаратов, потому что за счет этого и ухудшается эрекция. За счет ваших мыслей, за счет того, что вы себе создаете какой-то невообразимый механизм действия и это переживание создает доминанту в головном мозге и из-за этого эрекция действительно может быть хуже или там вообще исчезнуть. Если у вас есть вопросы по эректильной функции, если есть вопрос в том, что медицинская помощь далеко от вас, то есть нет врача под рукой, воспользуйтесь пожалуйста онлайн консультацией моей либо других специалистов и они смогут вам помочь. Поэтому мы оставим мой инстаграм аккаунт для того, чтобы вы задавали вопросы, может быть вам действительно я смогу помочь онлайн. Следующий вопрос, влияет ли простатит и остеохондроз на эрекцию? Ответ, да, действительно влияет. У всех по-разному, но принцип лечения приблизительно одинаковый. Там назначается определенная группа препаратов, чтобы улучшить эрекцию. От остеохондроза это, от простатита ли это, то есть терапия как правило не меняется. Но некоторые пациенты думают, что у них простатит, а у них его нет. Или наоборот думают, что у них есть остеохондроз, а остеохондроза нет. И причина вообще в другом. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к специалисту, который сможет вам помочь. Следующий вопрос, как можно вылечить импотенцию в домашних условиях? Ответ достаточно простой. Для начала нужно заниматься спортом. Нужно сделать зарядку по утрам. Нужно соблюдать белковую диету. Не зря говорят, что орехи повышают либидо, уровень тестостерона, а следовательно и эрекцию улучшают. Орехи входят в рацион олимпийских призеров, мужчин, которые хотят добиться высоких результатов. То есть, если мы говорим про домашние условия, то для начала вы должны правильно питаться, исключить свои вредные привычки. Ну, я говорю там, в большинстве случаев, про курение и алкоголь. Ну и заниматься спортом. Следующий вопрос, есть ли шансы вылечить эректильную дисфункцию при сахарном диабете? Да, есть. И при методах лечения третьей терапии, третьей линии терапии, эффективность лечения составляет 99%. Я говорю про то, что если есть у мужчины жалобы на эректильную функцию, то современная медицина практически в 100% случаев сможет ему помочь, чтобы улучшить его эректильную функцию. В выпуске про варикоцели наш подписчик задает следующий вопрос, что он сделал операцию, чтобы убрать данное заболевание, но, к сожалению, у него сохраняются боли в левой половине мошонки. И что с этим делать? Я рекомендую вам обратиться к урологу и уже сейчас рекомендую вам сделать УЗИ органов мошонки. Не всегда специалистам удается решить проблему на 100% хирургическим путем. Возможно, у вас есть какое-то другое заболевание, возможно, что-то изменилось в вашем организме. Поэтому для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужен очный прием у специалиста уролога и лучше с методами УЗИ диагностики. Следующий вопрос про выпуски варикоцели. Есть ли шансы увеличить размеры левого яичка после операции? Да, есть. И это является одним из показаний к оперативному лечению. То есть, если у мужчины левое яичко уменьшено и там есть варикоцели, то это абсолютные показания к оперативному лечению. После операции у моих пациентов размеры яичек увеличиваются и это является абсолютно нормальным эффектом после операции. Следующий вопрос. Пациент жалуется, что он видит вены яичка, что они просвечиваются через кожу, что он отмечает какие-то яркие точки на коже и что с этим делать, что кровь застаивается. Это не является венами яичка, это является венами кожи, то есть подкожной жировой клетчатки. Они действительно, скорее всего, тромбируются и это относится к кожным заболеваниям, которые если нужно лечить, то с косметической точки зрения. В принципе, с этой жалобой нужно обратиться к доктору. Если я правильно угадал ваше заболевание, то оно не требует какого-либо хирургического лечения. Следующий вопрос от нашего подписчика. Он жалуется на то, что после операции по поводу варикоцели у него появились новые жалобы. Снижение эрекции, нарушение либидо, у него остаются жалобы в левой половине мошонки, боли какие-то в левой ноге. Сразу говорю, он не проходил лечение в нашей клинике, он проходил лечение в другой клинике и данный вопрос не подразумевает, что это стало сразу после операции. Возможно, это другое заболевание, которое вам стоит диагностировать. Нужно обратиться к урологу, к андрологу, можете приехать к нам, мы проведем полностью обследование и найдем причину. Мое мнение, что как бы это не связано с операцией после варикоцеля, потому что если она выполнена по всем канонам, да, традиционную, то после такого лечения должно быть наоборот. Тестостерон должен стать выше, яичко должно увеличиваться, боли должны пропасть. Поэтому здесь какая-то странная ситуация, которая требует очного разговора и очного осмотра. Вопрос и комментарии под видео о простатите. Мужчина жалуется, что 24 года лечит простатит, а ему 37. Делаем вывод, что в 13 лет ему выявили простатит. В моей личной практике таких пациентов не было, чтобы в 13 лет пациенту я установил такой диагноз. И очень странно, что 24 года специалисты и урологи, какими бы они не были бы специалистами компетентными или некомпетентными, лечат так долго простатит. Возможно, у вас нет простатита и дело вообще не в представительной железе. Вы можете обратиться к нам, мы проведем обследование, найдем причину. Но думаю, что здесь нам в помощь еще невролог, чтобы оценить пояснично-крестовый отдел позвоночника и оценить как бы ваш организм в целом. Следующий комментарий оставлен в выпуске про приопизм. Итак, мужчина жалуется, что у него постоянная утренняя эрекция, патологическая приопизм в течение часа-двух. Здесь нужно провести диагностику, потому что, скорее всего, вас беспокоит перемежающийся приопизм не ишемического типа. И если это беспокоит и мешает вашему качеству жизни, существуют хирургические методы коррекции данного недуга. Они как бы перевязывают те патологические сосуды и данное состояние исчезает. Также с увеличением возраста этот вид приопизма будет исчезать. Следующий вопрос от подписчика, что он жалуется на боли ноющего характера в половом члене после эрекуляции, после оргазма, после того, как семя вышло. Он жалуется на боли, которые остаются у него после этого момента, когда член находится в эрегированном состоянии. Здесь трудно ответить на этот вопрос, не поговорив с самим пациентом и не провести осмотр с этого пациента. Возможно, это связано с аномалией развития, с какой-либо гипосподией, то есть это когда наружное отверстие уретры находится в другом месте. Но, в принципе, нужен осмотр, чтобы полноценно ответить на данный вопрос. Следующий вопрос. Пациент спрашивает, может ли быть следствием патологического состояния приопизма опухоль прямой кишки либо опухоль простаты? Да, к сожалению, может быть, потому что если есть опухоль, видны заболевания прямой кишки или пристательной железы, и она достаточно больших размеров, то она может каким-то образом сдавливать сосуды, да, вены, тем самым нарушать отток крови от полового члена, тем самым, как бы, как следствие может быть патологическая форма эрекции приопизма. То есть, если у вас есть подозрения на какие-либо образования простаты или прямой кишки, и у вас есть приопизм, пожалуйста, обратитесь к доктору, чтобы он смог вам помочь. Уважаемые подписчики, пожалуйста, не бойтесь, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, потому что, как доктор, я вас понимаю, что иногда очень трудно, во-первых, найти врача или собраться силами, чтобы задать ему такой интимный вопрос. Поэтому задавайте вопросы, оставляйте комментарии, мы будем на самые интересные из них отвечать, создавать новые видео для вас, для того, чтобы вы были здоровыми и чтобы у вас все было хорошо. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, до новых встреч!